МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Накануне в южной столице России, в городе Сочи, завершился саммит глав государства СНГ. В его работе принял участие президент Молдовы. Игорь Дедон в своем обращении к участникам саммита заявил, сохранение государственности и развитие Молдовы напрямую зависит от активизации и участия нашей страны в структурах СНГ. И это в корне отличается от того, что говорят и как действуют представители парламентского большинства и правительства Молдовы. В предыдущие 8 лет мы были так увлечены своей проевропейской историей успеха, что не заметили потери экономической стабильности, миллиарда долларов из бюджета и сотен тысяч сограждан, которые массово уезжают из страны. Остановить процесс расползания в буквальном смысле страны сегодня на властном Олимпе стремится только президент Игорь Дедон. Страна в ожидании переломного момента. Поговорим об этом и многом другом с нашим гостем, главой представительства агентства ТАСС Молдови Валерием Демидецким. Здравствуйте! Добрый вечер! Вот перед своим отъездом в Сочи Игорь Дедон как раз дал интервью агентству ТАСС, в котором, в частности, он говорил в Сочи, планируя обсудить с Владимиром Владимировичем Путиным детально весь спектр отношений между нашими странами, проблематику преднестровского урегулирования. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией. Вот тем не менее, все, что предшествовало процессу восстановления, будем говорить, восстановления взаимоотношений между нашими странами, заставляет наблюдать вот за всем этим с осторожным оптимизмом. Мы действительно, как сейчас, вот мои коллеги очень любят применять такое выражение, еще не успели перейти ту самую точку невозврата. И вот если уже дальше вас позволить себе какую-нибудь метафору, на ум идет строчка последних хитов, не помню, группа «Грибы», кажется, там, «Между нами тает лед». Так ли сегодня между Молдовой и Россией тает лед? Ну, лед-то тает, но я соглашусь больше с Владимиром Путиным о том, что он сказал, что, в принципе, Россия старается делать все для того, чтобы поддержать, да, поддержать курс молдавского руководства на сближение, на оттаивание вот этих отношений, которые вы справедливо заметили, были заморожены, да, лет уже восемь, да. Но для меня удивительно другое. Вот когда иногда хочется диссонанс с группой «Грибы» сказать, не убьился ли ты, Грибов, потому что иногда вот читаешь, и ты сегодня прочитал. Если же думать делать такие параллели, то давайте весь день. Я сегодня, допустим, прочитал и отправил даже новость на ТАСС, где премьер Филипп сказал, что правительство не принимает никаких антироссийских законов и ничего подобного такого не делает. Мы все хотим дружить с Россией, и премьер это неоднократно говорил, да, и недавно даже выразил сожаление о том, что не может приезжать сюда Рогозин, представитель межправкомиссии, да, и из этого как бы отношения между правительствами двух стран заморожены. Вот. Я передал эту новость и даже испугался слегка, по той простой причине вдруг подумал, слушайте, а вдруг ее воспримут действительно всерьез, и завтра здесь начнут садиться самолеты с российскими политологами, журналистами, и с ними станут делать то же самое, что уже сделают второй год подряд. Вот. И к чему это приведет, а потом скажут, вот, ну вот, знаете, заморозились. Поверили ТАСС, поверили ТАСС, серьезное агентство, мы прилетели, кто виноват? Ну, конечно, вот найдут стрелочника крайнего. Все, конечно, это было мне так смешно, как грустно, по той простой причине, что это больно бьет, прежде всего, по нам. Вот нас сейчас в последнее время очень часто любят приводить статистику о том, что наш экспорт в страны ЕС увеличился и достиг там каких-то миллионов, сотен миллионов, десятков миллионов и так далее, и обогнали России и так далее, и так далее. Но мы все эти сравнения делаем на фоне того, что рынок с Россией, который доходил у нас в хорошие годы до миллиарда, и мы туда продавали только на полмиллиарда нашей винодельской продукции. 40% российского рынка, представьте себе, это молдавский Да, 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 но он рухнул до нуля, понимаете, и на этом фоне, конечно, знаете, вот можно говорить, что вчера продали там три ящика вина куда-то в ЕС, а сегодня продали шесть ящиков, экспорт удвоился. Вот этой эквалибристикой можно играть, конечно, но она не спасает наших производителей, она не спасает наших людей, как бы и люди очень настроены, думаю, что очень так пессимистически все думают, что с этого всего получится, ну и, конечно, теперь надо сказать, что от людей все зависит, от того, как они, какое решение не примут на грядущих выборах. Если они поддержат действительно, как говорил президент России, те силы, которые выступают за стабилизацию отношений с Россией, то, конечно, у правительства Молдовы не будет другого выхода, как делать то, что, так сказать, повелел избиратель, если так мы скажем. Ну вот поделюсь таким примером, я отслушал вас, цитата премьер-министра, что мы ничего не делаем такого, чтобы мешало развитию наших двусторонних взаимоотношений. Ой, я прости, прости, Саня, ведь, понимаешь, самое интересное вот у нас, да, что вот ни один правительственный чиновник не говорит, что с Россией надо ухудшать отношения. Все говорят, надо, надо, надо улучшать. Мы только хотим хороших отношений с Россией. И это понятно, конечно, ну, надо быть ненормальным человеком, чтобы сегодня создавать себе такие проблемы. Ну, а слов к делу, смотрите, пропасть. Не, но вот когда вот наблюдаешь вот эту историю с моими коллегами, которые вот меня возмущают, да, я вообще считаю, что журналистов руками трогать нельзя. Можно было что угодно говорить про Ельцина, про Басеску, про что угодно, но они были люди, которые никогда не вмещали свою злость на журналистах, да, это вообще низко, понимаете? Вот когда человек еще не успел слово сказать, да, или даже критиковал тебя, да, а ты вот тут же бах, и, так сказать, за руки куда-то в самолет, но это же ненормально. И это свидетельствует еще о трусости, понимаешь, о том, что ты делаешь что-то нехорошее, раз ты боишься, да, что вот придут и напишут. А что такого, как говорил великий Киссинджер, да, пусть ругают, пусть хвалят страшно, когда забудут для политика. А мы вот как-то вот страшно боимся, вот, и у меня где-то есть такое впечатление, что наши чиновники, которые этим занимаются, выполняют чье-то указание, да, которые, ну, вот я по их виду чувствую, мы все выросли в этой стране, все учились и общаемся, да, и иногда бывает общаемся неформально, и я чувствую, что они вот как бы в приватных разговорах признают, что они не хотели бы этого делать, да, вот, и что-то некрасивое, они понимают, что это нехорошо и некрасиво, но, но тем не менее, что-то давлеет, вот, наверное, пройдет какое-то время, и мы узнаем, что давлеет. Хотел поделиться таким наблюдением. Сегодня прилетели самолетом из Стамбула, не было прямого рейса Сочи-Кишинев, все-таки Сочи-Стамбул, Стамбул-Кишинев. Это при том, что столько у нас людей там работало? Да. У меня вот половина родины моего отца, Каликауза, село, оно там строило Олимпиаду, я тогда часто прилетал, я слышал молдавскую речь, говорю, о, диаспора, они там что-то вот всегда делали. Вот сейчас как раз самолет вот с представителями нашей диаспоры, летел очень много наших соотечественников, да, но я к тому, что на проверке документов, вот, передо мной стоял мужчина, предъявил паспорт Российской Федерации, сразу прозвучал вопрос, а ведь еще перед тем я наблюдал, как вот студенты из Турции, которые учатся у нас здесь, как-то очень быстро прошли, спокойно, там никаких вопросов. Здесь сразу первый вопрос, цель приезда к отцу в Дубосары. Отвели в сторону и началось там, куда-то побежали с его паспортом, что-то... У него российский паспорт был, да? Российский паспорт, российский гражданин приехал к отцу в Дубосары. Дожились. И какая-то там сразу пошла реакция. И вот такое наблюдение, это к тому, что мы ничего не делаем для того, чтобы испортить свои отношения. Нет, такая история была с несколькими, я знаю, нашими чиновниками, да, действительно, я это тоже не приветствую, действия российской стороны. А такая история была, по-моему, по весне, да, или по осени прошлой. И зачастую, вот я, когда общаюсь с представителями демократической партии, они говорят, ну вот посмотрите, как они поступили с тремя или четырьмя нашими чиновниками. Их задержали в аэропорту, с ними побеседовали час и потом отпустили, да? И это было унизительно для нас, страны, европейская держава. Я говорю, никогда я их спрашиваю, ребят, но вы до этого год целый, да? Их просто не то, что беседовали с ними, вы просто их вышвыривали из страны. Ну как вы, как вы себе? Вот поступили бы вы так с каким-то европейским журналистом или с американским журналистом, или с американским дипломатом, или с европейским дипломатом? Ну, наверное бы, проблем было бы много. Да, вот, но мне было сразу впечатление, что вы, как бы, как-то осознанно шли, на вы, да, вот как-то, осознанно пытались вызвать с их стороны такую реакцию, да? А потом удивляться. А потом что удивляться? Нет, все может быть в отношениях двух стран. Может быть, какие-то взаимные там непонятки в торговле, да? Могут быть взаимные там непонимания в каком-то внешнеполитическом высказывании. Но это никогда не сказывалось, понимаете, вот политики между собой там спорят, что-то не поделили, да? Одни взяли один курс, другой, другой курс. Но это никогда не опускалось на вот этот бытовой уровень у нас, журналистов, на простых людей, да? А вот это вы сейчас сегодня с такое впечатление, что вот есть такое стремление настроить людей друг против друга, именно то, о чем говорит президент. Рассорить наши народы, которые связывают вековые узы дружбы. Мы веками жили вместе и переженились, и у нас родственные связи, менталитет один. И вот всякий человек, который пытается это сделать, я считаю, что очень неразумная политика, это войдет ему Богу. У меня возникает иногда устойчивое такое впечатление, что нашим политикам в детстве родители не читали стихи Агнии Барто, потому что там вот мне новым пришло такое четверостишее. Я в школу, я кошку в класс принес и дергаю за хвост. Почему же, почему все не любят так меня? Да, это примут. Ведь накануне саммита глав государства СНГ, там же в Сочи проходил и саммит глав, то есть руководителя Министерства иностранных дел стран Содружества. И нашего министра там не было. Был делегирован туда посол Белоруссии, то есть посол Молдовы в Белоруссии и посол Молдовы в России представлять нашу страну и даже с правом подписи документов, насколько я знаю. То есть вот здесь опять же двойственные стандарты. Мы говорим, что мы не делаем ничего такого, чтобы нас не рассорили. В то же время я не заметил ничего в рабочей повестке министра иностранных дел и европейской интеграции господина Галбора, что бы помешало ему съездить в Сочи и поучаствовать в такой общей работе. Я думаю, что если у господина Галбора была бы возможность поехать в Сочи, то есть как бы он бы поехал. Я знаю, что он хороший опытный дипломат, и он бы поехал, поверьте мне. Ну просто у нас же, ну не знаю, вот насколько известно, я этого документа в руках не видел и не могу. Но вот везде в СМИ говорят о том, что существуют некие распоряжения, да, в Мартовской, что ли, запрещающие нашим чиновникам ездить в Россию. Все говорят, что оно есть, да, никто его не видел. Но в то же время власти ни разу не сказали, что, знаете, этого документа нет, это вранье. Вот и как бы делай выводы, что это такое есть, нет. Но судя по тому, как действуют наши чиновники, да. Ну, смотрите, на саммите присутствовал флаг Молдовы. И точно так же, наверное, на саммите министров иностранных дел точно так же флаг Молдовы. Я вспоминаю, как всегда господин Лянко хвастался, что вот мы там где-то на чашу за чашкой кофе в каком-то буфете перекинулись, пару слов с Лавровым пообщались, да, и с Медведем была та же история, да, вот на открытии Олимпиады, там где-то в буфете, да. То есть и господин Галбур говорил о том, что мне вот удалось встретиться, и это всегда приветствуется. Знаете, почему? Потому что, на мой взгляд, говорить надо со всеми и всегда. Нравится оппозиция, не нравится. Тот же Черчилль ненавидел коммунизм, Сталина и так далее, но летал к нему. Сталин не летал в Лондон ни разу, а Черчилль к нему прилетал раза три. Два раза в Москву, один раз в Ялту, да, когда ему надо было. Это было в интересах его страны, да. В интересах своей страны политик должен говорить с кем угодно, нравится он ему или не нравится. Это делается в интересах народа, да. А когда, допустим, нет общения между чиновниками, да, нет общения между министрами, такое впечатление, что мы боимся какого-то... Вот вчера был здесь Басеску, да, бывший президент Румынии, ему задал Артур Ефремов очень хороший вопрос. Господин Басеску, почему нам всегда нужен, и вам, Румыния, и нам, молодые, всегда нужен старший брат? Вот почему-то мы всегда ищем какого-то старшего брата. Ну, Басеску своеобразно ответил на этот вопрос, он такой довольно-таки искренний, сейчас все-таки уже не президент, может себе многое позволить. Но вот это тоже странно, да, у меня такое впечатление есть, что вот опять присутствует какой-то комплекс старшего брата, да, а что скажут те, если мы туда поедем, да, а что скажут те, если мы там с кем-то встретимся. И нас как-то не волнует, что те-то встречаются, черт возьми, да. Они решают свои вопросы. Они решают свои вопросы. А почему мы должны выступать в роли такой прокладки, да, или там, я не знаю, не хочется называть более такое жесткое, да, выступать в их разборках, да. Может нам более уважительно постоять в стороне и подождать, чем все закончится, сказать им, знаете, мы маленькая страна, мы не хотели бы вступать в эти большие разборки. Да, у вас сегодня есть за что поругаться, да. Но нам-то зачем вступать? Вы знаете, как говорится, нехорошо вступать в танец слонов в посудной лавке. Да, могут быть расставлены. Чем более в такой маленькой стране, да. Зачем? Они, слоны, не будут воевать друг с другом. Ядерная война ни за Молдову, ни за Украину. Последнее событие горькие в пассе, где принимаются резолюции, вы знаете, последние, плюс выступление президента Чехии, который сказал, что снимите с ней деньги, пока еще можно, да. То есть показывает, что, понимаете, что происходит тогда, когда люди как бы вписываются в эти игры больших людей, да, больших сил, как у нас называют, Марли Путерь. Я на нашем месте был бы более осторожным. Тем более, что мы маленькая страна, у нас, к сожалению, общество расколото, даже на правом берегу. У нас, к сожалению, есть разные взгляды. Как сказал один мой коллега на телевидении, мы страна сепаратистов. Мы обзываем пренестровцев, что они сепаратисты, на самом деле у нас половина, часть 20% мечтает об обвинении с Румынией, половина ностальгирует по-бывшему, там, как бы, мечтает в одну сторону, другая в Евросоюз. И у нас практически вся страна готова не строить собственные государства, да, а возложить на кого-то заботы о том, чтобы сделать нас богатыми и счастливыми. То есть удовлетворить наши иллюзии. Да, все понимают, что никому наши проблемы не нужны, и никто у нас не будет заниматься проблемами. Нам нужен нормальный человек, который будет проводить промолдавскую политику. То есть, если вы собрались строить государство, вы должны забыть о том, что есть Запад, Восток, Север, Юг. Для вас есть одно. Молдавское государство. В этом отношении то, что делает господин Додон, не импонирует. Ну, накануне самого саммита в летней резиденции президента Российской Федерации встречались как раз Владимир Владимирович Путин и Игорь Николаевич Додон. У них были беседы и уже по составу участников этих встреч и по самому месседжу, который был озвучен, было понятно, что тема встречи — это экономика, проблема мигрантов, так сказать, продолжение помощи нашим мигрантам, которые попали в определенные обстоятельства, связанные с… не вовремя выехал, не так, что-то там задекларировал. И, конечно же, тема Приднестровья. Вот сегодня она, так сказать, снова на слуху, потому что мы понимаем, что в регионе не все так просто складывается. И вот, на ваш взгляд, сам процесс сближения сторон в формате 5 плюс 2 или, может быть, в формате 1 плюс 1, как вот уже попытался сделать президент Молдовы, когда встречался с лидером Приднестровского региона. Вот в этих форматах удастся ли продвинуться вперед, но так, чтобы обе стороны могли находить взаимовыгодные такие точки соприкосновения, которые бы не просто сближали, а двигали в этом процессе. Ведь мы всегда говорим сближение берегов, но берега одной реки, она куда-то течет. Вот нам бы в одну сторону течь, и тогда бы, может быть, мосты на этой реке появлялись бы все чаще и чаще. Когда я говорю, а я это уже не раз говорил в телевизионных студиях, о том, что практически про Брестовскую проблему это нарушена, на меня смотрится недоумение. Почему? Как нарушена? Да нарушена. Давным-давно. Почему нарушена? Потому что в 97 году я сам лично, это было в моих глазах, было. Господин Примаков сюда как бы приехал Смирнов, Лучинский. Они здесь переговорили. Была очень тяжелая ночь переговоров. После этого была принята формула Приднестровского урегулирования, которая устраивает весь мир, под который подписалась Россия, Украина, ОБСЕ. И все мировые, как бы сказать, весь мир ее признал. Молдова является единым целостным государством. Приднестровье, часть Молдовы, с особым статусом. Дальше мировое сообщество не интересует. Ребята, это вы сами договаривались, какой у вас будет статус, как будете выстраивать отношения. Как делить полномочия. Как делить полномочия, это не наше дело. Мы вас признали целостной страной. Вы в составе. И что бы вам ни говорили политики на правом, на левом берегу, уонянисты, сепаратисты и так далее, не верьте им. Проблема решена вот таким образом. И никто от этого отступать не будет. Ни на шаг. И мы должны это понять. А все равно есть игры и танцы, так сказать, с бубном. Теперь второй вопрос. Как распределить полномочия? Это что, должны, извините меня, американцы приехать, европейцы, русские, украинцы сюда решить, как мы будем тем самым, никто не задавался обыкновенно правильным вопросом. Почему не возникает проблем между наберегами Дистре, когда надо разделить барыши от продажи электроэнергии, металла и так далее, и так далее. Слушайте, никаких вопросов не возникает. Но стоит какому-то депутату приехать на левый или на правый берег, или какую-то политику, его тут же обзывают предателем. А почему не объявить предателями тех, кто делает барыши? В конце концов, да? Ведь левый и правый берег великолепно сотрудничают в экономике и в бизнесе, когда дело касается чего? Интереса и денег. Так почему же людей от этого интереса отмели? Почему людей натравливают постоянно друг на друга? Мы что, враги? Вы когда-нибудь приезжали в Приднестровье, на вас смотрели косо? Нет. Сюда приезжают ко мне друзья из Приднестровья, и никто на них тоже не смотрит косо. В конце концов, почему мы в такой маленькой стране должны еще сто раз делиться и бросаться друг на друга с какими-то обвинениями? Ты европеец, ты евразиец, я не знаю, ты румын, молодаванин и так далее. Мы живем на маленьком клочке земли, мы плывем на одной маленькой лодочке. Раскачаем ее, потонем все вместе. Это все должны понимать. Поэтому, когда мне это говорят, что вот вы знаете, вот Приднестровская проблема, да нет никакой проблемы. Проблема она здесь, в головах людей. Мы когда снимали Сергеем Качевым фильм, один человек нам на улице Тирасполя сказал это. Вот когда у людей не будет в голове этой проблемы, вот это будет решение проблемы. Понимаете? А пока в голове у людей себе придумали эту проблему, вот она будет существовать, потому что это кому-то нужно, кому-то выгодно. Чтобы люди голосовали или так, или так, чтобы люди ненавидели, чтобы людей держать в тонусе, да? В Чечне какая была страшная война? Страшная война. Вы знаете, по вине кого, да? Кто-то бросил войска, и кто этому аплодировал, кто-то финансировал из-за рубежа, и так далее. Но ведь удалось же, да, преодолеть, переступить. Больно. Но удалось установить мир, да? У нас не было такой войны никогда. И что нам мешает, извините меня, жить нормально, разделить полномочия, да? Никто не претендует на то, чтобы там, я не знаю, облегчить жизни людей. Вчера пели гимн Румынии, там, или что-нибудь, если им так это не нравится, ради бога. Вот. Или кто-то сюда приходил и заставлял петь «Ставая страна огромная» там, или так далее. То есть никто никого ничего не заставляет, да? Нормально живите, торгуете, растите детей. Вспомните о том, что вы жили когда-то в нормальном государстве, где никто никому не указывал на национальность, на язык, на что-нибудь другое. Здесь должен, наверное, пройти такой момент, или подойти, наступить такой момент, когда, вот, как сегодня, понимание людей, которые хотят сохранить Молдову, в их понимании есть такая мысль, которая является неотъемлемой частью от идеи сохранения государства. А эта мысль состоит в том, что нужно работать в, так сказать, очень плотно работать со странами Содружества, очень не терять контакта, пытаться, ну, в данном случае, видите, Игорь Николаевич Дадон пытается добиться статуса наблюдателя при ЕАЭС. И сегодня, так сказать, это, опять же, на слуху это обсуждается. И, насколько я знаю, будет готовиться регламент, который будет обсуждаться уже на следующем заседании Высшего Совета ЕАЭС в Омске весной. И перспективы принятия этого решения самые, так сказать, позитивные, оптимистические. И вот в вопросе Приднестровского регулирования тоже должен, мне кажется, наступить такой момент, когда понимание того, что сохранится вот в рамках какой-то, не знаю, там, определенного статуса или сохранится самому Приднестровью, возможно, только вот именно в составе Единой Молдовы. Ну, выбрать только себе форму существования, сохранить то малое, что еще осталось, там тоже люди уезжают, тот отток людей. Да я хочу дополнить, и Молдове не выжить без Приднестровья, как государство. Это вам любой, как бы, политик, политолог от Азов скажет, что если мы теряем Приднестровье, у нас под большим вопросом наши государства. Вот здесь ответы, в принципе, лежат, почему этот процесс так затянулся. Под большим вопросом, да, под большим вопросом, потому что я не вижу, вот даже, ну, вот сейчас приехал Басес, куда многие там ругаются на него и так далее, но я считаю, что он очень много правильных вещей сказал, и он сейчас, как сбросивший с себя эти оковы, как бы тяжкие, да-да-да-да, эту тяжелую шапку Мономаха, может поговорить. И он правильно говорит, он честно говорит, ребят, вам 20 лет не светит никакой Евросоюз и так далее. Понятно, двери только через наш коридор. Вас затащили в эту программу восточного партнерства, принципом которой главное было, давай не будем скрывать, да, мы же видим, как выделяются деньги, под что выделяются деньги, как себя ведут, так сказать, западные послы, да, как они смотрят сквозь пальцы на всякие злоупотребления и так далее. И зачастую понимаешь, что можно делать все, лишь бы это, не дай бог, главное, чтобы это было направлено против России. Это нормально, это ненормально. Зачем нас заставлять ссориться с кем-то, с Евросоюзом, с Россией, с соседями и так далее. Но ведь мы соглашаемся, смотрите, мы берем их кредиты, мы начинаем танцевать под вот это вот. Все нормально уже признают, что программу восточного партнерства, уже ее хотят дробить, уже восточного партнерства 2, еще что-то выдумать, да, потому что провальная программа, заставили делать этот дурацкий выбор, да, Украину втянули в гражданскую войну, нас поставили в дурацкое положение, понимаете. То есть не нужно было этого делать, да. Вот этот вот, и многие западные коллеги, с которыми я общаюсь, они признают это, да. Что вот эта попытка придавить Россию, пока, знаете, пока есть возможность вот на этим самым, она плохо закончилась. Не нужно было таким образом действовать с Россией, понимаете. Пытаться их просто загнать в угол и попытаться их... У них возникла ответная реакция, предсказуемая ответная реакция. Все нормальные политологи говорят, не играйте с ними так, да. Они умеют, то есть, знаете, говорят, русские долго ездят, запрягают, но быстро ездят, да. Ну вот мы как бы довели эту ситуацию до абсурда, да. А теперь не знаем, как с нее вылезти, да. А вылезти очень просто, надо сесть за стол переговоров и сказать, что, ребят, ведь в конце концов, ну, смешно говорить, когда я слышу, что вот там Путин не хочет, чтобы Молдова торговала с ЕС и сотрудничал с ЕС. Да сам Путин на полтриллиона торгует с ЕС и хочет сотрудничать с ЕС. И они будут сотрудничать с ЕС. Потому что, как правильно сказал Зэман на заседании ПАСЭ, Европа больше страдает от антироссийских санкций, чем сама Россия, да. Даже прикинули цифру, где-то назвали, порядка 300 миллиардов. И вечно это продолжаться не будет, поверьте мне. Все разрулят, все успокоится, да. Но вот те, кто бежали впереди паровоза, знаете, как говорят на Украине, по Паретбаке в Пекло, тем обойдется дороже. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши политики были более осмотрительны в этом вопросе, да. И не бежали впереди телеги. Ну вот смотрите, в буквально... Страна у нас маленькая, ресурс не такой. Это точно. Быть осторожными на оттройне. Да, побывал сейчас в Сочи, и я понимаю, что это, в общем-то... Я понимаю, что такое Краснодарский край, субъект Российской Федерации, территориально, куда входят еще несколько субъектов, ну, подсубъектов, там, не знаю, Дегея, там еще как-то. То есть там многонациональный край. Это москландарские села. Да, территориально, вот, кстати, как раз в этом я хочу сказать, территориально больше Молдовы. И рядом в Сочи, по дороге на Красную Поляну, то есть вот если российский президент едет, если летняя резиденция Бочаров-Ручей едет, вот, там, Роза-Хутор, или вот на Красную Поляну, он проезжает через село Молдовку. Ну, такое яркое, можно сказать, чуть ли не ежедневное напоминание о нас, вами, российскому президенту. И молдавский винзавод там есть, я на нем был. Да, в Адлере. И он до сих пор существует, работает, и там есть часть собственности Молдовы. Вот, и это все, опять же, охраняется законом Российской Федерации. Он функционирует. И, кстати, во время визита нашего президента, он был приглашен на этот завод, он видел его, как, что там производится, там где-то порядка 60 наименований продукции винные. И, то есть, ребятам, и очень современное оборудование. То есть, там те люди, которые занимаются, они сохранили этот завод. Станислав, ну, вы своими глазами видели. Скажите, вот, честно, вот, я когда наблюдал это, я был в Крыму много раз, и был в Краснодарском крае. В принципе, я понимаю, что без нашего вина они обойдутся, понимаете? То есть, для них это не критическая проблема, что они помрут. То есть, наше вино они покупали по той простой причине, вот, по старой советской хорошей памяти. Вот, рынки мы держали, дружба существовала, мы участниками СНГ были. Я до сих пор не могу понять, кому это мешало. Вот, честное слово. Я вам могу сказать, посмотрите, кто, чьи бутылки встали на полки. Вот, вот. Которые остались пустыми. И вот, когда я вижу этикетки этих бутылок, я вспоминаю, что эти люди говорили и наузкивали нас. Плюньте на них, плюньте на них. А потом, когда мы с ними рассорились, они пришли и заняли нашу нишу. И это самое смешное, что выгодно и российскому бизнесу. Почему российскому бизнесу выждно и российскому государству? Потому что они, зайдя в отличие от нас, они платят там налоги раз. А во-вторых, ничего так не связывает, как совместная дружба и торговля. У них же теперь есть интересы поверх нас. Понимаете? То есть, мы уже их не интересуем. Понимаете? Как вот великий Махат Маганди сказал, когда он знакомился с английским губернатором, он сказал, у нас есть проблемы. Они нас объединяют. У нас с Россией есть проблемы. Они нас объединяют. В отношении этих проблем, это надо встречаться, договариваться, работать, работать и работать. Черт возьми, ради чего мы выбираем политиков? Они нас не пускают на эти переговоры. Они же сами ездят. Так работайте же. Я хочу видеть результаты, а не скандалы. Сначала мы объявляем Рогозин, ну хорошо, плохой, хороший Рогозин. Да, я, может быть, на его месте не писал бы. Ну, веселый человек, либо там Facebook, Twitter, да, откликнулся на реплику Михаила Теодоровича и понеслось. Ну, мало ли кто не горел, связавшись с Михаилом Теодоровичем гимпом. Назовемо так, это публичная публицистика. Но в конце концов, понимаете, в наших было интересах, чтобы он сюда приезжал, садился за стол переговорами, мы с ними говорили, да. В наших интересах, а не в его, понимаете, в наших интересах. Нам нужно было, чтобы он приезжал, садился и разговаривать с ним. Говорить, а нет, давайте еще раз вернемся, а вот давайте еще, а мы это хотим или это хотим, и куда бы он делся. А сейчас у него руки умыты, я не могу ездить в Молдову, и слава Богу. Хотите приезжать к нам? Хотите, приезжайте к нам, да. А мы-то особо и не хотим, получается, вот если вот следить за тем, за визитами наших. Вот в чем проблема. Знаете, как говорят, у желания тысячи возможностей, у нежелания тысячи причин. Вот мы сейчас сегодня ищем причины. А, не так, не так сказали, что-то не то, не так, не эдак. А мы великолепно понимаем, откуда эти причины. Знаем мы все это. Так вот, я побывал в этом селе Молдовки, причем уже во второй раз. Первый раз в 2006 году и вот сейчас в 2017, спустя 11 лет. Село, ну, как все, в общем-то, меняется. И такой патриархальный уклад, и тогда, в 2006, там не был присущ этому селу, пригород Сочи. Практически уже даже он получил статус города, кажется, Молдовка, или стремится получить. На администрации написано, Российская Федерация, Краснодарский край, Молдовский сельский округ. Понимаете, не просто там, не знаю, там, мэрия Молдовки или еще, Молдовский сельский округ. И это, в связи с этим, хочу сказать, что на территории Краснодарского края еще есть два Молдовских села. Да, представляете, у нас, можно сказать, своя автономия там есть, на территории Краснодарского края. Но я к тому, что сегодня найти, конечно, наших там земляков довольно сложно. Почему? Потому что село разрослось, очень много проживают там и греков, и абхазов, русских. Ну, это понятно. И совершенно многонациональное село. Но в администрации, вот что надо дать ей должное, когда приезжают журналисты из Молдовы, хотим найти, они нам помогают. Они очень быстро находят, у них чуть ли не там, знаете, как бы это ведется определенный учет. И, как они говорят, очень активные люди. Нам удалось поговорить с нашим земляком, который говорит, да, мои родители молдавани, я молдаванин. Он еще помнит, ему 82 года, ведет дневник. И он помнит буназио, там, бунадименятца, ларведери, выращивать виноград и хурьму. И рассказывал о том, как его бабушка, ну, точнее, его прадед и прабабушка, а там потом уже дальше он в дневник ведет с биографией бабушки, вот летопись своей семьи. И вот маленькая, то есть небольшой такой фрагмент большого человеческого организма, то есть вот эта семья, Калагуряну фамилия, явно не русская фамилия. И вот в этой семье многодетной сплелось столько всего, ну, допустим, старший брат погиб на ледниках недалеко, когда, значит, советские войска противостояли хорошо подготовленным немецким... — Эдельвейс, да. — Да, Эдельвейс, вот там он погиб, и они же остановили ее, молдовка не была оккупирована. То есть там много всего начинает всплывать, и сквозь призму вот этих воспоминаний и рассказов, начинаешь смотреть. — А куда поехать в съемочные группы, поснимать, поговорить, пообщаться? Вот эти вот вещи, они сближают народы, понимаете? У нас настолько переплетены судьбы наших народов, что вот, я говорю, надо быть очень недалиновидным человеком, пытаться это все дело разрубить, как гордивый узел, знаете, одним ударом. Это всегда плохо закончится, и, может быть, даже те люди, которые это спровоцируют, куда-то уедут и будут припевать и жить, им наплевать, но для людей, которые попадут под этот удар, это закончится очень плохо и очень печально, очень грустно. — Ну ведь как раз никто с этим и не считается. — Даже иногда бывает, потеряв человека, с которым ты ругался, соседа, вдруг понимаешь, как его, черт возьми, не хватает. Вот выйдешь во двор, и не с кем. — Эмоционально разрядиться. — Да, разрядиться, да, понимаете? — Мы снимали, конечно, нашего героя, так сказать, Евгений Гаврилович Горяну. Мы обязательно подготовим этот репортаж, покажем нашим телезрителям. Вот, но я хочу сказать, конечно же, главным напоминанием о том, кто основал вот эти села, эти три села, конечно же, вот, Бог говорит, мемориальный памятник, ну, памяти человечества, наше кладбище. Вот там как раз вот я видел фамилии Борзиян, Раэлян, Спыну, Гуцу. То есть это исконно молдавские фамилии. И понимаешь, что вот люди пришли, создали свой быт. Они даже дома строили точно такие же, как вот сейчас, когда проезжаешь по молдавским селам, видишь, ну, вот я деживю. — Вот я хотел тебя спросить, ты был там, я там часто бываю в России. Ты знаешь, что меня удивляет? Вот мы здесь спорим до упаду, готовы взяться за грудки, выйти на митинги, сжечь парламент. — Может, лучше работать. — С кем лучше дружить? С европейцами, с русскими, я не знаю, там, с румынами или с кем угодно? И вот когда я попадаю в Румынию или в Россию, вот когда, знаете, вопрос, знаете, там молдава не убивается, с кем из вас дружить, а кто-то такие? И что-то там такое у вас? Знаете, вот они нас слышали, мы сожгли парламент и сперли миллиард. Все. Вот это информация, которая к ним просочилась. И им наплевать на это дело. Знаешь, как в этом анекдоте про украинский кризис, когда говорят, что, говорит, там, Изя звонит Абраму в Израиле, говорит, знаешь, Абрама, у нас такая беда, у нас война с Россией. И он говорит, а что эти русские? Говорит, так они не пришли. Понимаешь, так и здесь, да? Вот их эти, наши проблемы особо не касаются. Я говорю, что они без нас проживут. Зачем мы в это так уперлись, как будто за нас борется весь мир? Но это не так. Да, это мысли бы устроили, ребята, какое-то непонятное для меня шоу. Вот хочу сказать, что мы в очередной раз открываем для себя многие вещи, которые, в принципе, нам были доступны всегда и понятны. И точно так же, наверное, мы открываемся для России сегодня по-своему. Ведь буквально недавно прошло несколько форумов, экономический форум, туристический форум, где на котором говорилось, вы нам интересны, нам интересно показать вас людям, которые хотят путешествовать, которые хотят видеть мир. И понятно, что сегодня логистика доставки туристов нарушена определенные известные обстоятельства. Да и будут бояться. Ты понимаешь, они каждый день в газетах читают, вот выслали журналиста, выслали политолога, выслали ученого, выслали эксперта. Иди знать, вот поеду, пролечу, а меня от ворот по ворот будет неприятно. Понятно. Испорченный отпуск, да? Меня в аэропорту спросят цель визита. А, приехал выпить и погулять. А, выпить, погулять, все, идемте, проверим, ну, куда ты. И это мы говорим, молдова открытая миру, да? Вот, в конце концов, нам, а самое интересное, что интерес к нам есть, и большой интерес, да? Я вот не забуду, когда я принимал, здесь был тоже саммит глав правительства СНГ, я принимал большую делегацию руководства ТАСС, да, здесь. И у меня тоже стал вопрос, думаю, боже мой, это люди, которые объездили полмира. Черт-то знает, где побывали, там, чуть ли не в спальне у Буша, и там, и то, из такого, чего видели, а что я им покажу? Знаете, мы как-то привыкли в своей стране жить, и нам кажется, что все уже как бы приелось, приглядело, прибелькалось, да, и вот, а что показать? Я был ошарашен, сначала думал, что они издеваются, да, вот, когда я начал показывать в нашем монастыре Каприяну, значит, они начали говорить, боже, какая красота, как здесь красиво, боже мой, и щелкали фотоаппарат. А потом вдруг я понял, что, действительно, это они такой, а когда я начал рассказывать им истории эти, вот эту историю, да, что здесь проходило, как это все переплетено с Россией, с Россией, с Украиной, с Польшей, с Турцией, с Османской, они были в восторге, говорят, слушай, а почему у вас такая слабая туристическая инфраструктура, да, почему вы не приглашаете, вам есть что показать, есть что, есть что... На берегу Днестра есть церковь, которая была построена в честь победы над французами. Да, да, у вас есть такая богатая история, а та же, вот, мы не можем никак договориться, да, вот, сколько лет, да, чтобы сделать по-настоящему хорошим таким, эту вот бендерскую крепость, да, вот, в нее попасть тоже... Это сейчас режимное предприятие. Да, да, режимное предприятие, а почему? Это для туристов, для тех же османов, для тех же шведов, да, я никогда не забуду, когда я написал, что там, когда, например, в апреле мы шутили, да, еще тогда в ТАСе были популярные шутки, мы написали о том, что там обнаружили казну Карла XII, да, вот, который там он оставил, и что вот на нее уже претендует Украина, говорит, что это золото Мазепы, и Молдова... Хочет отдать долг Газпрому, да, самое интересное, через год мне генеральный директор показал телеграмму из Газпрома, а тут написали, как, мы собираемся на переговоры с Молдавией, да, по долгам за газ, а тут мы читали, где-то у вас мелькала информация о том, что они нашли столько золота и хотят вернуть нам долги, вы не могли бы нам ее показать? Он говорит, видишь, да, вот в чем шутки заканчиваются. Да, неведомо, о чем слово отзовется. Ну, вот, смотрите, главное ведь понимать, кто проявляет к тебе интерес. Ведь, может быть, знаете, и хищник может проявить интерес, а может проявить интерес к тебе настоящий друг. Вот здесь вот как бы... Мне кажется, салант политика проработить даже не друга в друга. Давай посмотрим нашу историю. Штепан Великий умел. Он же не мечом, он же головой воевал, он был великий дипломат. Умел лавировать, умел выбирать, трудная, тяжелая судьба у него была. Но почему его так любят и так ему поклоняются? Он пример показал. Он не дал раствориться стране, вот в тех складках, которые существовали. И показал великий пример для наших всех политиков. У нас, у меня такое иногда впечатление, что вот в нашей политике, да, ну, не знаю, у меня такое впечатление, да, что та ситуация, которая у нас сложилась, вот в последнее время особенно, она сложилась из того, что вот ноги нашей политики просто заигрались. Заигрались в эти внутренние игры, слишком уж повязаны в каких-то нехороших делах. Да, так получается, что у них ничего не получается. Тут, видимо, не о великих мыслях. Ничего не получается, понимаете. Говорит, крокодил не ловится, не растет кокос, как в этой песне. Не знаю, как я до сих пор пропустила советская цензура. Вот всегда задумался, а с какими мыслями политик подходит, когда вот к памятнику, к монументу Штефана Чалмарь возлагают цветы. И вот что он сейчас в эти минуты думает? Один великий человек сказал, говорит, не важно, сколько у нас было денег, не важно, что мы наделали, важно, что после нашей смерти о нас скажут люди. Вот придет же время, да, и потомки нынешних политиков, да, вот внуки, их правнуки, да, будут читать. И обязательно найдутся историки, которые напишут, и напишут не ту историю, которая сегодня заказывается, а ту историю, которая будет тогда уже, так сказать, очищена и так далее. Но об этом тоже надо думать, да. Кого-то даже не вспомнить. Нет, нет, не слава. Редко кому удается, бывает такое счастье в жизни, стать премьером, президентом, да, депутатом и так далее. И иногда бывает, наблюдая, как наши политики просто теряют, да, вот, просто, ну, вот, такое впечатление, что разменивают на три копейки и авторитет, и достоинство, и вот иногда кажется, что они просто о своем будущем не думают, да, разменивают его на какой-то брендное настоящее. Но ведь разменивая собственную должность, собственную, будем говорить, значимость своей личности, ты размениваешь, в принципе, не просто пост, ты размениваешь статус, за которым стоит, ну, не знаю, государство. Знаешь, зачастую, вот, человек, который проявляет твердость в этих моментах, да, и не разменивается, он может выиграть больше потом, да, вот. Но, к сожалению, вот у нас как-то часто так бывает. Выдержка удела. Наблюдаешь, да, что вот, как бы, человек ломается при первом же вот этом самом. И вот это, наверное, наша большая беда, да, вот, может, лихие девяностые, вот эта бедность, переломный период, да, всем хочется наесться. Ну, должен прийти какой-то период, когда все уже насытятся, да, и вдруг начнут наглядываться по сторонам и думать, а что же делать еще дальше. Ну, лихие девяностые, это уже, в общем, настолько далеко, потому что сегодня, когда общаешься с молодыми людьми, и вот рассказываешь о том, что было до лихих девяностых, для них это кажется вообще такая терра инкогнито, и все, что, о чем рассказываешь, ну, на основе тех учебников, которые нам, на основе которых нам преподавали историю, для них это, ну, не знаю, чуть ли не просто какая-то пропаганда, это ересь, важно то, что они сегодня знают. А вот что они сегодня знают, это такой хиленький учебник, где, например, даже биографии Ленина всего три предложения. Мы с тобой были молодыми. Знаешь, как какой-то умный человек сказал, говорит, тот, кто по молодости не был либералом, у него нет сердца, кто к 60-ти годам, после 40-50 не стал консерватором, у него нет мозгов. По большому счету, об этом очень хорошо сказал Ильян Семенов в своей книге, помнишь, когда Мюллер перевербовывал Штирлиц, он сказал, говорит, этому поколению мы не нужны, они нам не простят ни бомбардировок, ни голода, ничего. Но наступит поколение, когда это, вот сейчас, между прочим, наступает поколение, потому что вот люди наелись всего этого, да, и они тут начинают вспоминать. И вот вдруг выходит старик и говорит, знаете, вот были времена, когда нельзя было вот так поступать, как поступают нынешние политики, да, вот, публично. Что-то делалось там за кулисами и так далее, но никто не позволял себе торговать собой публично, да, как в публичном доме. Но, к сожалению, да, вот и людям это надоедает, да, и вот тогда возникает воспоминание старых лет. Вот оттуда и эта ностальгия, кстати, очень, между прочим, неправильно, когда некоторые говорят, что, дескать, ностальгия по Советскому Союзу это удел старших поколений, ничего подобного. Я сейчас вижу очень много молодых, которые интересуются этим периодом, задают вопросы, спрашивают, читают что-то и так далее, да. А история, она, вот и память человеческая, она так устроена, она сохраняет лучшее, большее, да. Вот почему мы любим свое, так сказать, свое прошлое, не потому что там все было идеально, ради бога, в конце концов, в Советском Союзе было много и плохого, и хорошего, но это была наша молодость, да, и никто не может меня заставить говорить о моей молодости только плохое, да, вот. Хотя я готов обсуждать все из того периода. Ну вот за это вас и ценим, за обсуждение всего. Спасибо. Спасибо большое за разговор. Я думаю, что вместе с нами, вот о своей молодости вспомнили, наверное, многие из наших телезрителей, и, наверное, даже вспомнили с какой-то благодарностью, потому что там, в прошлом, остались заботы наших родителей о нас, о нашем образовании, о том, чтобы мы получили достойное воспитание, чтобы стали продолжением того лучшего, что было в наших семьях. И, в общем-то, надеюсь, что нам удастся это и дальше продолжить. И когда мы понимаем, что на пути нашим жизненным, который сплетается в один огромный поток, например, забота о государстве, стоит препятствие в виде того или иного чиновника, тогда хочется задать вопрос его отцу, его матери. И не знаю, насколько, может быть, здесь это может стать чем-то впечатляющим для этого политика, потому что, мне кажется, корень зла уже настолько проник глубоко в характер людей этих, так что ждать, когда они уйдут, это, в принципе, значит, сложить руки, а бороться надо. Спасибо. Спасибо за разговор. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был глава представительства агентства ТАСС Молдови Валерий Демидецкий. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»